Привет, друзья! В этом году до появления коронавируса самым популярным термином было «обнуление». Почему? Потому что была предложена такая идея, всё это было по телевизору показано, что мы же обновляем Конституцию. А раз мы её обновляем, то президент, который был, это же в старой Конституции было сказано, что ему нельзя больше двух сроков подряд находиться. А теперь Конституция будет новая и точка отсчёта пошла юридическая, новая, что тоже была старая, другая Конституция. Когда мы сделали какие-то обновления, то это не старая обновлённая Конституция, а это совсем новая. Как бы мы забыли ту старую и теперь мы живём при новой. А при новой, ну, значит, как будто устройство общества образовалось с нуля. Вот как будто мы переопределили порядок всей жизни и у нас теперь всё с нуля, вся история обнулилась. И, получается, президент, который был до этого, а все мы знаем, кто это, Владимир Путин, может опять с нуля просто сидеть в своём кресле. Я утверждаю, что это недопустимо. И недопустимо не потому, что я питаю личную вражду к Владимиру Путину, а по соображениям, которые находятся в более тонких сферах, а именно в философии права. Не каждому обывателю дано понять, что такое философия права, но, тем не менее, общество, оно большое, разделено на большие сегменты. Например, на нации, которые в различных странах проживают, будучи управляемы такими системами, как государство. И всеми этими сложными системами нужно как-то управлять. И это действительно сложно. И очень умные люди ломают свои головы по поводу того, как это сделать эффективнее. И придумано было что-то такое, что вот есть свод законов, есть сначала самый главный, основной закон, который называется конституция, да, от латыни конститутио устройство чего-либо. Устройство. То есть, объявляется на бумаге, записывается, как мы вообще будем жить в основном. А затем уже пишутся более конкретные законы, которые должны соответствовать вот этому основному закону. И думали, как к этому относиться, как законы выполнять, может быть, в каких-то случаях их не выполнять. И исторический опыт показал, что если законы выполнять приблизительно, то есть иногда выполнять, а иногда не выполнять, как-то по-своему их трактовать, как-то отпустить это на волю граждан, чтобы граждане сами решали, как их выполнять, а как не выполнять. Сразу получается хаос, сразу получается бредлам, и такое общество обладает слабой выживаемостью. Ну, знаете, как, например, многим людям непонятно, почему в армии такой устав, и почему там очень много действий нужно делать как-то по-маразматическому. А если я какая-то многогранная личность, и я хочу по-другому, почему нужно маршировать, почему строевую подготовку нужно отрабатывать? Потому что, когда наступает нужда действительно применять армию, и большие количество вооруженных людей должны куда-то перемещаться и выполнять какие-то боевые задачи, то внезапно оказывается, что никакие люди больше в мире, ни с какими своими идеями, никакие вот многогранные личности, которые считают себя очень талантливыми, не способны управлять большими массами людей эффективнее, чем это делается в армии. То есть, когда людей построят квадратно-гнездовым способом каким-нибудь, и заставляют их маршировать повороты налево-направо синхронно, без поворота головы, без разрешения, ну да, когда не разрешают, пожалуйста, шагайте так, поворачивайте так, и все это отрабатывается, отрабатывается до автоматизма, то потом получается, что когда рота солдат, например, 120 человек, подходит к столовой, и они должны в эту столовую зайти, им отдают армейскую команду специальную, и вся эта рота на колонны поделена, допустим, 4 человека впереди, ну как бы шеренга, 4 человека, и вот так их по 30 человек, ну то есть колонны, собственно, по 30 человек, то одна колонна начинает бежать, то есть первый бежит, за ним бежит второй, и все, они начинают быстро бежать, первый открывает дверь, становится и держит эту дверь, обязательно, это такой порядок, это так предопределено заранее, все обучены, все расписано, если ты стоишь первый слева, то ты не можешь зайти в столовую первым, ты заходишь последним, человек становится и держит дверь, все, никто не должен думать про дверь, первый держит, все остальные бегут, 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 забегают, последний из этой колонны хлопает по плечу первого в соседней колонне, он обязан знать, что он последний, обязан, хлопает по плечу того, и те побежали, и так колонна за колонной, все забегают, не существует способа переместить большое количество людей в помещение через узкую дверь быстрее, вы можете посмотреть видео с каких-то тотальных распродаж в американских супермаркетах, вы можете посмотреть видео, как ведут себя люди при пожаре, любые, какие угодно видео, вы можете посмотреть какие-то разборки толпа на толпу, какие-то убегания от полиции, никогда большая толпа людей не сможет переместиться быстрее, лучше, эффективнее через какое-то узкое место, через какой-то узкий проход, чем военные, когда они в составе военного подразделения, когда они на службе, когда у них командир, невозможно, то есть есть система отработанная, как эффективно, а как неэффективно, и государство это то же самое, оно управляет обществом, и исторический опыт показал, что самая лучшая практика, лучше всего, эффективнее всего получается жизнь в обществе, когда законы сначала очень тщательно придумываются, а затем они неукоснительно выполняются с железной дисциплиной, и всегда есть способы как-то накосячить, как-то неправильно разобраться, как-то не выполнить закон, да, всегда есть способы, но нужно всячески этого избегать до последнего, нужно законы изо всех сил выполнять. Как только законы начинают выполняться приблизительно, то получается ситуация, ну, как, например, с некогда братской Украиной. Я напомню многим молодым людям, просто многие молодые люди слишком молоды, чтобы помнить такие события, но в 2004 году в Украине произошла так называемая оранжевая революция, она была бескровная. А что, собственно, произошло? Там было два тура президентских выборов, и в первом туре прошел отбор, два кандидата остались, и во втором туре с очень-очень близким количеством голосов победил кандидат, который, в общем, один кандидат был проамериканский, а второй пророссийский. И при поддержке наших любимых западных друзей, так называемых, в кавычках, все средства массовой информации завопили, что, в общем, тот кандидат, который победил, это Виктор Янукович, который позднее все равно был президентом Украины, он неправильный, что он бандит, он два раза сидел в тюрьме, а он, насколько я понимаю, два раза сидел в тюрьме. Очень интересно иметь такого президента. Ну, что это неправильный кандидат, и он едва-едва немножечко, чуть-чуть набрал больше голосов, но это в результате фальсификации. Это все там было неправильно посчитано. Если мы сейчас пересчитаем, то правильный кандидат займет, в общем, получит больше голосов. Но все-таки голоса были посчитаны и учтены. И пересчитывать те же самые голоса и переучитывать их, в общем, как-то не решились. И решили провести третий тур выборов. А дело в том, что третий тур выборов не был предусмотрен конституцией. То есть конституция подразумевала только два тура. Я на тот момент, когда эти события происходили, я был совсем юный молодой человек, я ничего этого не знал. Я это узнал в последующие годы. Ну, то есть так, разбирал разные ситуации, политические, исторические. И вот узнал такое, что третий тур не был предусмотрен конституцией. Ну, как бы были люди, да, которые сказали, а как же мы будем проводить? Как вы хотите еще что-то провести? И тогда я не знаю, кто первый. Я не знаю, как, по какому телеканалу. В общем, начал поднимать такую риторику. И там все, кто надо, подхватили, СМИ подхватили, что, понимаете, есть закон, а есть дух закона. Прозвучал такой термин – дух закона. То есть, как бы, ну, понимаете, закон же, когда писался, он же подразумевал что-то, что должна быть какая-то справедливость, что должно быть какое-то, ну, равенство, братство, бла-бла-бла. Вот это все красивое должно быть, а некрасивое не должно быть. И, ну, да, закон как бы написан, что нельзя, ну, вот что первый тур есть и второй тур есть, а третий тур, основной закон, не предусматривает. Но понимаете, понимаете, тут же исключительная ситуация, как бы нужно понимать дух закона и, ну, давайте сделаем как, типа, то, что подразумевалось. И вот вопрос. А кто решает, как подразумевалось? Где это записано или, ну, то, что записано, то и записано, конституция записана. А где записано, что тут подразумевается? Такой документ не прилагается. То есть есть какие-то устные заявления, а тут вот что-то подразумевается. И давайте так и сделаем. И сделали. И на общегосударственном уровне с оповещением всех граждан была нарушена конституция. Людям сказали, можно действовать, ну, как бы, понимаете, ну, как бы приблизительно. Ну, как бы, понимаете, вот если мы подразумеваем как бы что-то хорошее, то можно, ну, какая разница, как написано, ну, что вы начинаете? И вот здесь нужно отметить себе, что во всех развитых странах историческая практика выработала такой подход, что закон должен трактоваться буквально. Как написано, так точно мы его и выполняем. Трактовки не допускаются. В самых сложных случаях, когда их разбирают на суде, судья может на свое усмотрение что-то принять, но это предмет споров. И более вышестоящий суд может это потом исправить, поправить. То есть это не значит, что судья как-то там решил, и это он типа прав, и теперь так всегда должно быть. Нет. То есть изначально определяет все закон, и он должен исполняться буквально. А здесь стали исполнять не буквально. И, как я уже сказал, на общегосударственном уровне с оповещением всех граждан. И чем дальше, тем эта ситуация вся развивалась, накапливалась. И когда произошел вот этот так называемый Майдан, то последние какие-то черты законности слетели просто напрочь. Я, поскольку переживаю за судьбы людей вообще, а тем более за судьбы целых народов, которые прямо вот здесь на поезде проехаться или на автобусе неподалеку очень сильно страдают, я следил за ситуацией плотно. И на Ютубе, и в специальных тематических пабликах ВКонтакте несколько месяцев или даже больше, может быть, да, наверное, года полтора. Я плотно следил за ситуацией. И я обратил внимание, что происходит. Людей избивали, убивали. У них сжигали дома, их взрывали, похищали самих людей, похищали их детей, сжигали людей прямо в их квартирах, сжигали людей в автотранспорте. И говорили, ну они же просто, ну как, они же враги, они несут нам зло, и поэтому они должны умереть. Так подождите, но это же убийство. Да нет, это же как бы в обычное время обычных людей убивать, это убийство, это понятно. Ну а здесь это же, ну как бы разве это люди? Это не люди. Люди, они враги, они для нашей страны представляют угрозу. А кто это сказал? Да это все понимают. Ну как это все понимают? Ну то есть вы решили, что можно убить людей, и убили людей, а типа судить вас за это нельзя? Нельзя. И пошел такой тренд при покрывательстве власти, что нужно полностью дерусифицироваться, все русское отвергнуть. И сейчас зайдите на любой украинский сайт, он в самой свободной стране, знаете как они, у нас теперь свобода, у нас теперь свобода, долой рабство, у нас теперь свобода. Так вот в самой свободной стране все сайты переведены на украинский, иначе владельцев сайтов сожгут. То есть они не могут по-русски теперь быть написаны. Если у них аудитория русскоязычная, они не могут, потому что их сожгут. И вот это явление распространилось массово. И стали видны такие случаи, как, например, человек, сейчас вспомню, в одном городе где-то на восточной Украине человек выстрелил. Сначала он гранату бросил в гараж человеку. В общем, у кого-то была автослесарная мастерская, у него тоже была автослесарная мастерская, но он там подразорился как-то так, когда боевые действия рядом происходили, или я не знаю от чего. Говорили, что он разорился, и у него конкуренты были, которые не разорились. И вот он сначала, неизвестно где, добытую гранату бросил в гараж, где находились люди. В общем, сам тот человек, и там то ли его сын, то ли еще кто-то, но они находились в гараже в подсобном помещении за закрытой дверью. И там пострадали то ли две, то ли четыре машины, а люди остались живы. И тогда этот герой сюжета посреди бела дня, пришел к жилому дому с гранатометом, который, ну тоже, знаете, как в фильме «Брат» говорили, «Эхо войны» или «Брат» или «Брат-2». По-моему, «Брат-2», да? «Эхо войны». Пришел с гранатометом и выстрелил в жилой дом, в квартиру, в то окно, где проживал тот человек. И так получилось, что квартира сквозная, на две стороны дома окна, и люди опять находились на другой стороне, видимо, в рубашке родились. И он никого не убил. То есть, ну, может, там, слегка контузило кого-то, но никого не убил. Но, тем не менее, множественное покушение на убийство нескольких человек общеопасным способом при помощи незарегистрированного оружия. А, ну, уж гранаты, так их и регистрировать нельзя. Это, в принципе, боевое оружие, которое не допускается к регистрации гражданскими лицами. Его начали судить, а он сказал, а это же я стрелял по сепаратистам. Вот это слово, которое было в ходу, сейчас уже подзабылось, в начале Майдана очень сильно было в ходу. Ну, по крайней мере, я имею в виду российское медиапространство в Украине. Это до сих пор, наверное, очень хорошо это слово знают. Это сепаратисты. То есть, люди, которые поддерживают отделение Донбасса. И все. И суд как-то так примолк, и его дело свели на нет, и ему выписали какой-то условный срок и отпустили. Потому что дело запахло жареным, потому что он мог прибегнуть к помощи просто каких-то нацистских группировок, которые под видом каких-то активистов просто пришли бы. И есть очень много, если вы погуглите, просто на Ютубе поищите, вы можете найти очень много видеозаписей, как люди просто приходят. Вот эта молодежь нацистская со всякими там нацистской символикой, татуировками, просто приходят в зал суда и просто громят все. Разбивают мебель, подзатыльники дают судье, просто всех унижают, всех заплевывают, забирают человека, которого нужно забрать, и уводят. Они как бы активисты. Так вот, давайте вспоминать. В 2004 году на всю страну объявили, что можно нарушать Конституцию. И вот так, ну типа вот можно, потому что есть дух закона, надо же понимать, что имеется в виду. Прошло 10 лет, и в 2014 году произошло все вот это, Майдан, людей жгли напалмом, очень-очень много людей убили. И да, теперь все перераспределилось, бизнес поотжимали, везде рейдерство, захваты, обнищание, ужас, страх, и, как я уже сказал, в этой стране, которая наконец-то стала свободной, нельзя ничего на русском, потому что будет все очень плохо с тобой. Теперь у нас возникает такая тенденция, что мы можем сделать то же самое в России. что, ну знаете, как бы конституцией, которая является основным законом, определяющим, как общество наше должно жить, в ней написано, что один президент не может быть больше двух сроков подряд. именно подряд, это ведь большая разница, не вообще в принципе больше двух сроков, а подряд, ну то есть по старой конституции подряд больше двух сроков нельзя. И к чему это привело, мы видели, к схеме, которая называется Дима, погрей мне кресло. Два срока был Путин, по четыре года, это восемь лет. Потом Дима погрел кресло, а пока грел, пропихнул такие изменения, опять же, в конституции, что теперь президент шесть лет сидит на своем месте. Таким образом, Дима погрел, Володя пришел, и два срока по шесть лет, теперь это двенадцать лет, то есть это как бы три срока Путину. И я не возражаю против таких сроков, то есть, понимаете, у меня нет проблем с Владимиром Путиным, что он там кровожадный, какой-то ужасный, миллиардер, который Россию загубил. Я отношусь следующим образом. После девяностых Путин был как манна небесная, спасение просто для страны и вообще русские с коленой, вот это все. Но дальше то, что стало происходить, нет, дальше уже возникло всякое разное. И надо что-то с этим делать, но при этом замены какие-либо Владимиру Путину их просто нет. Я не вижу кого-то, кто мог бы. И это очень сложный вопрос. И у меня нет проблем, что по шесть лет теперь два срока. Просто были законные способы это делать. Дима, подержи кресло, это как бы не очень красиво, но это действительно законно. Так действительно можно. Любой человек, который будет президентом, он может сказать своему какому-то подопечному тоже подержи кресло, а я потом буду баллотироваться, а может его еще и не выберут, может его рейтинг упадет и его не выберут. Но главное, что все законно. Когда же нам говорят, а знаете что, вот давайте мы теперь сделаем конституцию, что не подряд два срока нельзя, а теперь просто вообще один президент только так, а что я сказал вообще? Я сказал два срока подряд нельзя, два срока подряд было можно, то есть не больше двух сроков подряд нельзя, то есть было, что нельзя три срока подряд, четыре срока подряд, а после перерыва можно, а теперь сделаем так, что только два срока всего можно для одного президента и больше никогда нельзя, но и теперь из-за этого это будет считаться новой конституцией, это как бы все совсем другое, это все совсем другая история, и поэтому Владимиру Путину снова можно, поэтому 12 лет, если Россия такое проглотит, то отныне, опять же, по всем средствам массовой информации на всю страну будет рассказано, что ну понимаете, есть как написано, но как бы ну что вы придираетесь, нужно же, понимаете, ну как бы все же нормально, ну что вы начинаете, вот как бы это же уже теперь другая конституция, и то есть можно наплевать на то, как было написано, в любой момент можно все поменять, понимаете, это вообще-то очень тревожная, ласточка прозвучала уже, я думаю, когда я сейчас рассказывал про Дима, подержи кресло, уже многие напряглись, что ну как это так, то есть один отбыл 8 лет, а пока другого на 4 года посадил, говорит, сделай мне, чтобы я был 12, он сделал, а это было в рамках закона все еще, то есть это все равно как-то уже пугает, но в рамках закона, а теперь говорят, да давайте мы просто людям скажем, это же как бы новая конституция, то есть это такой развод, как я даже не знаю, с чем сравнить, с каким разводом, какая-то уже, я не знаю, глумление просто какое-то, и если люди это стерпят, если люди такое допустят, то все, все, кто придут потом на смену, они будут знать, и даже не которые придут на смену, а которые и сейчас чиновники, которые такие в тренде, которые в единой России, которые в основной ветке власти, которые хорошо людей знают, которые внутри системы ничего не нарушают, которые там все круговая порука друг за дружку, они будут знать, что люди просто терпят, и что ты делаешь не по закону, и говорят, ну как так, ну нельзя же, ну подождите, ну что вы начинаете, ну тут же, ну да, на бумаге прописано не очень так, не совсем так, ну господи, да мы сейчас подтасуем бумажки, все, завтра будет написано немножко по-другому на бумажке, и тоже не совсем так, как мы делаем, ну и все, и расслабьтесь, ну что вы начинаете, все равно мы все подтасуем, все равно все будет по-нашему, как только люди к такому привыкнут, у страны останется ну 10-15 лет, то есть Украина, она и так была ну как, все время такая какая-то отдельная территория, и очень сильно подвержена влиянию Америки, и все, с 2004 по 2014 все произошло, страна просто схлопнулась в какую-то черную дыру, Россия, она немного устойчивее, но сколько помойных фильмов с пропагандой американской к нам приходит, сколько врагов внутри страны снимают помойные фильмы, сколько, ну самое страшное, самое главное, это учебники, в систему образования давно проникла ложь, и везде на географии, больше всего на истории, ну и возможно еще на каких-то предметах, везде успевают рассказать, какие мы ужасные, как на Западе все прекрасно, про историю все перевирается, и растет молодежь, которые думают, что у нас самая-самая ужасная страна, то есть растят массово предателей, и как только на общенациональном уровне будет всем донесено, что да можно крутить вообще-то как хочешь, ну написано Конституцией, что вы начинаете, да все-все перекрутили, там сделали как надо, то все, все будут знать, что к закону можно относиться сквозь пальцы приблизительно, и да, мы не аж так прямо сильно открыты к прямому воздействию США, но хорошо, не 10-15 лет в этой стране останется, а потом все схлопнется, будет просто жуткий коллапс, и снова будет страшная нищета, снова будут вывозить у нас ресурсы, просто как вспомнить 90-е, где пьяный Ельцин скакал, а Билл Клинтон ухахатывался просто над ним, если кто-то не знает из совсем юных молодых людей, Билл Клинтон, это президент Америки тогда был, приезжал, и есть видеозаписи, вы можете их быстро найти, где пьяный президент России и пляж, это пьяный президент Америки, хохочет просто над ним в открытую, ему просто, ну он как приехал как на балаган какой-то, как в притон какой-то, ему смешно находиться здесь, он же президент, он привык по официальным каким-то мероприятиям в разных странах, этикет там, там Китай, там Англия, там все по-интересному происходит, да, а здесь просто бухой какой-то урод старый, и тогда Америка картошку присылала в Россию, можете себе представить, Америка картошку присылала в Россию, и похлопывали нас по плечу, говорили, да вы неплохие ребята, вывозили от нас страшное количество денег, говорят, что-то в районе 20 триллионов долларов вывезли, в общем, страшное количество денег, вы хотите такое? Я нет, я утверждаю, что в нашей стране пока еще есть относительный какой-то закон и порядок именно потому, что есть большое количество специалистов молодых, зрелых и старых, которые убеждены, что закон нужно понимать буквально, которые знают, что на этом держится, они знают теорию, они понимают философию права, они понимают, как это должно все выполняться и почему, и да, вот именно на таких людях, на молодых энтузиастах и на таких старперах старой закалки, которые уже все повидали, вот на них все держится, начни сейчас их расшатывать, выдергивать, это знаете, как инструкция врагам-предателям сейчас, то есть, если в министерстве юстиции и вообще по всем другим правовым инстанциям начать выдергивать вот этих специалистов, лишать их работы, принижать их социальное положение, как-то устраивать травлю на них, то да, очень-очень быстро Россия схлопнется, как только закон можно будет трактовать приблизительно, естественно, опять же, не всем его можно будет так трактовать, то есть, будут какие-то люди, которые задают тренды, да, какие-то, которые у основной ветки власти сидят, вот они будут делать, что хотят, и приблизительно это как-то трактовать, все, сразу пойдет передел имущества, сразу под нож полетит куча бизнеса, который мешает какому-то другому бизнесу, сразу огромные толпы людей станутся без работы, все, сразу пойдут вооруженные какие-то захваты, все это есть, экстремистские настроенные люди есть, люди, которые хотят заработать и ничем не погнушаются, за деньги сделают все что угодно, есть, все есть, а также бригады всяких молодчиков, ну, из тех же некогда братских республик, где сейчас все плохо, они тоже за деньги приедут, в чужой стране они вообще все что угодно сделают, лишь бы заработать, и вот это все нас будет ждать, я буду внимательно следить за ситуацией, и если я увижу, что к закону отнеслись как-то так приблизительно, что да ладно, чего вы начинаете, я буду знать, что счетчик такой, ну, десятилетний тикает, что пять лет после этого еще нормально, уже десять лет не очень, там уже как-то туманно все риски, пятнадцать лет это, ну, все, это все стране каюк, если выражаться как-то так на сленге, и разумеется, какие тут долгосрочные инвестиции, какой тут долгосрочный бизнес, то есть можно бизнес поделать пять-семь лет, и потом рассматривать места для переезда, и знаете, потом в каком-нибудь Таиланде, имея какую-то свою IT-фирму, которая международные проекты какие-то выполняет за большущие миллионы, можно сидеть в Таиланде попивать чаек, возможно купаться в море, и наблюдать издали, как страна сама себя пожирает, я бы этого не хотел, поэтому я утверждаю, что никакого обнуления не должно быть, Конституция может новая приниматься какая угодно, но если от этого обнуляться требования к конкретному президенту, к Владимиру Путину, и он сможет после двух шестилетних сроков заступить еще на третий и на четвертый сроки по шесть лет, то это уже будет все, это сломаются основы всех устоев, и после этого, да, как я уже сказал, обратный отсчет пойдет, как в той песне, IT'S THE FINAL CUNTDOWN, может быть, вы не думали об этом, но FINAL CUNTDOWN это, как это сказать, последний счетчик обратного отсчета, ну, CUNTDOWN это обратный отсчет, последний обратный отсчет в песне поется, подумайте обо всем этом, и будьте грамотными юридически, не в смысле законов, каких-то конкретных, не в смысле процедур каких-то я не знаю, криминалистических, не в смысле прокурорской какой-то ежедневной рутины, а будьте грамотными с точки зрения философии права, интересуйтесь, на каких правовых основах держится стабильное общество, это будет вам очень полезно для развития и для дальнейшего какого-то для организации, в том числе бизнеса и других каких-либо сообществ, чтобы люди вместе нормально продуктивно и долго сосуществовали, вместе трудились, приносили друг другу пользу и радость, вам эти знания пригодятся. С вами был Торвальд, пока. Торвальд, пока. Торвальд, Торвальд,